друзья всем здравствуйте от петра и его компании сегодня поговорим лишь о части наших питомцев а конкретно о воронах как вы помните из предыдущего ролика я рассказывала о том что у нас сейчас появилась третья ворона но она на исключительно временном содержании потому что просто поправляет свое здоровье уже порядка 10 дней она гостит у нас и принимает прописанные доктором лекарства с каждым днем ей становится все лучше и лучше это абсолютно заметно и ей сейчас настолько стало хорошо что я приняла решение о том что ее вполне можно пригласить в вольер к нашим двум постояльцам космосу и каплюша забегая вперед скажу что ворона прежде была осмотрена орнитологом и поэтому ее совершенно не опасно было знакомить с другими двумя воронами были взяты прежде необходимые все анализы которые показали то что ворона вполне может соседствовать с другими представителями с другими друзьями воронами и бы для них совершенно безопасной подругой в вольере на постоянном содержании находится ворона космос кося иди поздоровайся иди мой сладкий иди мой хороший самый контактный и очень человекоподобный малыш всегда с удовольствием идет на руки слушает голос ведет диалог на своем птичьем иди ко мне мой хороший иди сюда очень любит ласку любит когда его гладят когда с ним разговаривают и очень любит оставаться один иди сюда мой хороший иди ко мне как обычно занял свое любимое место на плече вторая постоялица ребята это наша с вами любимая давняя знакомая ворона капля которая конечно же является абсолютнейшей хозяйкой этого вольера и никому не собиралась уступать место ровно до тех пор пока не появилась ворона даша ворона даша в свою очередь заняла почему-то заняла капли на место ну видимо из-за того что здесь крайне комфортно и очень удобно космос по-прежнему предпочитает находиться внизу вольера и путешествует по траве каплюша каплюша бывает абсолютно везде она обитает и в среднем ярусе на этих ветках с удовольствием поднимается конечно же на свое место с новой вороной контакт у них произошел очень хорошо но новая ворона даша у нее характер самый отважный и самый повороний наглый капля как мудрая ворона спорить с этим не стала не стала конфликтовать и на время подчеркнул на непродолжительное время уступила свою территорию для гости друзья если вы помните когда появилась ворона даша повторюсь порядка десяти дней назад она постоянно сидела на попе ну причин у этого было несколько в том числе и наверное основная причина это все-таки плохое питание потому что как мы знаем городские птицы и голуби вороны они чаще питаются на мусорках а там ничего вкусного и полезного естественно нету птица была ослаблена вот но благодаря правильным действиям доктора и нашим четким исполнением инструкций ворона очень хорошо идет на поправку то есть она прекрасно набирает силы и в скором будущем возможно даже на следующей неделе она будет выпущена в свой район в свою родную стаю птица прекрасно летает хорошо перемещается достаточно крепко уже держится на ногах и поэтому естественно для такой относительно здоровой птицы я имею ввиду что она не является инвалидом конечно же такая птица должна жить в своих естественных условиях напомню это ворона она приблизительно по возрасту как космос ей три с половиной может быть чуть ближе к четырем месяцем она прекрасно пользуется теперь уже хвостом а если вы помните доктор осматривал и проблема была в том числе и с хвостовой частью вот но хрящи регенерировались и ворона очень хорошо пользуется своим хвостом для полетов открывает его веером и в общем-то рулит настолько насколько в ней это заложено природой ворона продолжает находиться ночью дома то есть у нее своя клетка своя территория своя миска а днем конечно же она проводит время на свежем воздухе с другими воронами как я уже сказала это ворона абсолютно бесконфликтно дала понять другим воронам что она на этой территории главное уж я не знаю как они договорились но тем не менее птица находится чаще здесь и практически никогда не спускается вниз она стала пользоваться миской и купалкой вороны капли вот но к счастью не к конфликтам это не приводит вы сами видите что ворона чувствует себя достаточно уверенно и примерно через неделю планируется ее выпуск и уж тогда для космоса и для вороны капли наступят прежние спокойные дни спокойные потому что и капля и космос они вольер поделили как я уже тоже прежде рассказывала на две зоны одна зона каплина наверху и вторая зона космоса внизу сейчас уже вечереет и наступает время ужина кстати хочу сказать что благодаря тому что в клетке вот в данном вольере для трех ворон все таки место не так уж и много благодаря этому ворона капли стала спускаться вниз и интересоваться тем что лежит внизу палочки ведерки баночки веточки травки и червячки все теперь ей доступно она в общем то и раньше не было доступно но сейчас сейчас она этим интересуется гораздо более чем раньше космос тебя заинтересовало что там а там капа кося уже очень ждет даже его скорее заберут домой у нас только любит находиться в доме в закрытом помещении ему как-то даже спокойнее и интереснее находиться с человеком чем с воронами скоплений у него по-прежнему сохраняется очень интеллигентные спокойные отношения то есть вороны нельзя сказать что они прям общаются они просто друг друга терпят рядом не конфликтуют просто существует сосуществует сосуществует рядом в общем так каждый остается при своих интересах ну что же приближается вечер и уже скоро настанет время ужина пора готовить идти готовить порции для ворон всех троих порции немножечко отличаются по ассортименту продуктов потому что кто-то любит молодую кукурузу космос например ее просто обожает капля не ест кто-то любит арбуз кому-то нравится дыня поэтому мясная составляющая одинаковая а вот фрукты и овощи все получают разные кто что любит капля ну наконец-то ты стала интересоваться купалкой боже мой она все время купается в своей поилке наверху но благодаря вороне даши наконец-то капля все-таки увидела и обратила внимание на вот эту большую купалку она ее и раньше видела но как-то не очень воспринимала друзья кстати хочу обратить ваше внимание на то как заметно улучшается оперение и у каплюши она становится крупнее мохнатие и у космоса несмотря на то что птицы линяют космоса оперение остается таким же разноцветным черно-белым что совершенно в принципе не характерно для обычных серых ворон ну вот такой вот он у нас интересный представитель красавчик ворона даша кстати все больше и больше разминается перелетая с ветки на ветку ну видимо она чувствует что уже скоро она полетит на волю вернется к своим в свое обычное средовое обитание и она конечно же набирается сил и тренирует свои крылья для дальних вороньих путешествий ну пока кто-то тренируется то кто-то другой занимается другими своими вороньими интересными делами каплюш ты наверное наводишь порядок в вольере это чудесный ужин зайка это пока что не твое вот морда любопытная куда-то куда это птица твой ужин будет чуть чуть попозже на так птичий народ уже увидел знакомые тарелки космос так это нет это скажи какой же никогда да так ты запрыгивай самый голодный на на ладно давай кушай здесь хотя это не твой стол кушай давай треской пока не отобрали другие вороны скажи я так ждал ужина я так ждал так ждал так невкусно кушает все подряд и творожок и мяско виноградик он самый непереборчивый кушает абсолютно все скажи а чуж не кушать когда все свежее все вкусное кушай кушай так и другим же нужно дать а то они сверху смотрят и думают что это за такая штука непонятная он есть там и нет капля судя по всему ты будешь есть на своем месте или нет в общем друзья поставила одну тарелку накаплено место пока не понятно кто будет есть вполне понятно это ворона даша которая все-таки отжала самое царское место у вороны капли здесь наверху но уже кушай кушай давай перекусила и оглядывается нет ли врагов рядом или это была капля да-да-да друзья это была капля снимаю против света и не совсем увидела спутала каплю с дашей на своем месте кушала капля но сейчас она вернется и все это будет съедено она немного нервничать потому что на нее смотрит вторая ворона а капли этого ой как не любит ну космос космос наел и начал свое воронье дело заначки делает космос а потом будешь есть грязные земли спрячь спрячь чтобы никто не увидел кость ты же знаешь я сейчас все соберу и сложу обратно в тарелку ну в общем я так понимаю что нужно ворону дашу заносить потому что капля хочет кушать на своем месте а дальше ее немножко сбивает с толку потому что даша тоже претендует на ту тарелочку хотя тарелок всем хватает но видите они все-таки делят то верхнее место и по этой причине все-таки идет соперничество то есть даша сейчас пойдет ужинать домой каплю не вернется на свое законное место и будет ужинать у себя дома все ворона даша перемещена домой свою клеточку теперь абсолютно свое законное место заняла каплю не и сейчас приступит к ужину тихо спокойно в гордом одиночестве как она это и любит греша пришел обниматься каплю ужиной приятного тебе аппетита и будешь укладываться спать а 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 космос козь и тебе тоже доброй ночи ты еще немножечко побудешь на улице нас до наступления сумерек и потом мы с тобой пойдем спать и ворона даша также возвращена на свое место ночлега в свою вполне комфортную клетку здесь же ее ждет ее вечерняя трапеза и